Безусловно, это заинтересовано, это все создано, мы знаем кто, каким образом это делает. Понятно, когда мы слышим о том, что американская нация, она и как страна, и как нация, имеет свою исключительность, и только они определяют, как кому жить, но люди и так жить не будут. Не будут славяне жить, не будет жить арабский мир, суммальские, не мусульманские, не будет Азия жить, там другая культура. Сегодня американцев не интересует, какие-то интересы, кто-то как думает, потому что баланс рано или поздно поведет к кризисам, к ослаблению доллара и так далее. Они сегодня зарабатывают на долларе, и все, что связано с кризисом, это самое главное, они не дадут никогда доллару уйти. И то, что, как они считают, Россия начала пищать о том, что она не согласна, и что мир перестал быть однополярный, для них не вдомек, не вдомек, что мир поменялся. Они реально сегодня упустили Россию, реально упустили Россию. Потому что, когда мы были у нас, были свои проблемы, мы особо не афишируя, очень тихонько занимались обеспечением безопасности своей страны, понимая, что без этого мы не выживем, что нашу территорию, наши богатства нужно будет каким-то образом защищать. Мы ни на кого не нападаем, но мы однозначно знаем, что кто бы ничего не начал, тогда мало не покажется. Бесконфликтной ситуации не будет. Я не очень уверен, что они сегодня Россию отпустят. И когда мы говорим о том, что вот санкции и так далее, то мы попали в ситуацию, когда нам через 2-3 года предстоит абсолютно спокойно, исходя из собственного ресурса, развиваться и жить. Потому что изолировать полностью все-таки это неудобно, не получится. И многие страны на это не пойдут. Во-вторых, все понимают, что Россия права, а внутренние проблемы, которые сегодня есть, они тоже начнут достаточно серьезно беспокоить. Дело в том, что наш торговый оборот с Европой где-то 33%, с Соединенными Штатами один. Но торговый оборот с Европой упал и очень сильно где-то на 27%, а с Соединенными Штатами в 7 раз выросли. И мы понимаем, что вот этот огромный кусок, о котором мы сегодня говорим, он очень интересен для Штатов. И они сделают все, чтобы этот кусок заменить, потому что это очень большие деньги. Европа идет на это, чтобы замениться. Она сняла штанишки и отдается, не до конца понимая, что это будет больно и значительно дороже. А Россия, она же не сегодня, еще в третьем и пятом году были сделаны ставки на переориентирование на Азию. Не переориентирование, а на увеличение. Мы увеличиваем добычу ресурсов, мы выстраиваем отношения, мы хотим торговать в том числе и с точки зрения их валюты, и что нам это сотрудничество очень важно. Штаты на колени поставили весь мир. Весь мир стоит на коленях. Они вынуждены менять риторику, разговаривая с Индией и с Китаем. Но они для них не друзья, однозначно. Россию они на колени не поставили. Они пытаются сделать, но не поставили. Создали условия, при которых мы очень сильно укрепимся. Мы не считаем свои сверхдержавы. У нас нет амбиций на мировое господство. Мы хотим дружить. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но я хочу сказать одну очень важную фразу. По-моему, Александр Македонский в свое время где-то, вот я там читал, не знаю, насколько это достоверно, говорил, люди, запомните, не, русские, запомните, крепите границу с запада, а друзей ищите на востоке. Когда у нас была татаро-монгольская ига, и все говорили, когда в России, по большому счету, было 178 княжеств, плюс каких-то там еще 50 мелких или не основных, приходили люди с востока, требовали от нас десятину и говорили, что хотите, делайте, детей рожайте, кому хотите, молитесь, что хотите, делайте. Татаро-монгольская ига спасла Россию от полного разорения. А с запада приходили за нашими мозгами, приходили за нашими ценностями, хотели переделать свою религию. И они и сейчас это дело продолжают. С востока приходили и знали, что пришли, взяли, проявили непочтение, все должно быть захвачено. Город захватили, до колеса мальчишек и девчонок оставили, выше колеса всех зарезали. Почему наши русские города никогда не сдавались? Потому что знали, что если не отобьются, все равно убьют. На западе любой подход, пришли, сразу сдались, ключи вынесли, сказали, куда надо платить, и дальше просвятуют. Города не разрушаются. Я абсолютно убежден в том, что вот в этих условиях у России сегодня появились и лидеры, и элита. Самое главное, молодые люди, новые, новые, молодые люди, образованные, подготовленные, патриотически настроенные, грамотные, которые сегодня в состоянии взять у нас 50-60-ников Россию и достойно ее вести. зная, что наша безопасность, наше будущее только в наших руках. Но отстаивая свои интересы, всегда надо помнить, что плохой мир всегда лучше, чем хорошая война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова